Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл и сегодня я выступлю в немножко непривычном для себя амплуа. Я сегодня выступаю в качестве бренд-менеджера компании Мир Рыболова по бренду Шакал. Почему так? Потому что наконец-то свершилось чудо и по прошествии трех лет мы имеем новые воблеры. Причем мы имеем эти новые воблеры не под японский рынок, а которые разработаны для рынков как говорят Шакал оверсиз в принципе в первую очередь надеюсь под наш. Потому что скромно скажу что вся вот эта идея вот этих новых приманок она была надеюсь только моя. Я три года бомбарировал Шакал в попытках уговорить их сделать новые воблеры которые очень нужны нам здесь в России и которые они для своего внутри рынка не делают потому что там такой рыбы нет. Итак с радостью гордостью представляю вам новый воблер Шакал Чаби 41 СССР. Что такое Чаби я думаю головлятникам рассказывать не надо. Это в свое время было было иконой головлиной ловли. То есть если у тебя нет Чабика в коробке ты не ловишь головля. В принципе оно сейчас так и все продолжается но но у Чабиков 38 размера СССР была одна маленькая вещь которую мне сильно не нравилось. Дело в том что вес 3 38 воблера был всего лишь 4 грамма. Я очень люблю ловить головля. Я очень часто езжу на серьезные головлиные рыбалки на реке среднего размера то есть это 70 метров 60 метров 80 метров больше или меньше. И передо мной очень часто стояла задача сделать дальний заброс приманки класса СССР. Но это актуально и при ловле на небольшой глубине перекатов это актуально при ночной ловле. Но при этом же чтобы размер приманки был не очень большой. То есть в одной приманке надо было сконцентрировать две теоретически взаимосключающие себя вещи. Это большая дальность заброса и относительно небольшой размер. Для того чтобы в первую очередь головль не воспринимал размер этой приманки как нечто очень большое и не клевал на него только тогда когда у него максимально повышенная активность. собственно говоря путем перебора уже тут внутри разных размеров разных систем пришли к выводу что 41 размер это самый оптимальный размер для того чтобы можно было ловить и довольно некрупного головля то есть там буквально вот на это ловится 100 грамм. С другой стороны чтобы он больше привлекал головля приличного размера грамм там от 300-400 и выше. Ну и с третьей стороны чтобы летел максимально максимально далеко. Значит с размером я уже сказал как и почему он летит далеко все очень просто здесь система лонкаст. То есть при весе 5 и 7 грамм и системы лонкаст дальность заброса если мы будем сравнивать с 38 размером у нас выросла примерно на 20-25 процентов. В некоторых случаях лететь дальше в некоторых чуть ближе зависит от техники заброса от условий ветра там ну и всего остального вот в среднем оно так то есть по большому счету мы выиграли если чабик обычный простой забрасывается на 35 редко редко с тонкой плетенкой на 40 метров то здесь заброс 40 метров как бы никого сильно не удивит при нормальных условиях условно говоря если не будет сильно встречного бокового ветра то есть этой приманкой во первых мы можем достать до нужной нам точки во вторых мы можем привлечь и крупного и среднего по размеру головля ну про таких не говорим это это не головля вот все что крупнее в принципе вполне себе нормально реагирует и не считает приманку слишком большого размера СССР давайте сделаем проще давайте мы сравним 41 чаби СССР со своим предшественником который никуда не денется он в любом случае будет у нас на рынке еще долгие годы но для того чтобы вы четко понимали отличия я вам сейчас про них расскажу значит 41 чаби в отличие от 38 намного более управляемый то есть 38 чабик была такая проблема если не было понимания как дать правильный угол лески по отношению к приманке с учетом течения 38 чабик очень часто просто уходил на самый самый верх и шел прям вот прям на абсолютно нулевом заглублении иногда это работает очень хорошо ночью например иногда же это плохо сказывается на клев то есть в принципе считается оптималом когда СССР идет вот на такой глубине вот 41 чабик основной его рабочий горизонт это от нуля если мы поднимем спинник максимально вверх и до 20 сантиметров если мы медленно медленно попытаемся его заглубить как бы не upstream не downstream а при боковом забросе это во первых во вторых амплитуда амплитуда у этого воблера стало чуть чуть меньше по сравнению с 38 при условии естественно в том что тела немного разные то есть амплитуда у него как у 38 но из-за того что он сам по себе больше частота у него чуть-чуть выросло плохо это или хорошо я не знаю этот вариант принес больше всего рыбы потому что я тестирую этот воблер уже второй год вот и поэтому на нем и решили остановиться по цветовой гамме цветовая гамма богатейший как и у всех чабиков ловля головля это дело такое вам надо не просто забросить какой-то ядовитый лидер цвет а иногда от нюансы оттенков они играют роль галага рыба всеядная сегодня летит жук с таким цветом завтра насекомые у нас друг другим цветом после завтра вылетели мотыльки ставим вот такой белый кстати реальная история в прошлом сентябре до в прошлом сентябре был вылет каких-то непонятных бабочек река мертвого ничего не клюет и тут вдруг летит облако но в общем за 30 минут пока то облако меня проходило порядка семи восьми головлей я успел поймать белый цвет кстати рекомендую реально очень интересную работе а значит еще момент важный момент что сделали передний тройник крупнее заднего почему два крупных тройника здесь не пошли очень много перехлестов крючков но из-за того что выбор сам по себе крупнее и есть реальная возможность поставить размером больше мы поставили именно вот сюда тройник покрупнее потому что очень часто атаки головля особенно ссср идут снизу ну и на хвосте остался обычный стандартный как у 38 чабика собственно говоря наверное это все смотрите наши видео в которых мы на них в том числе ловим рыбу пробуйте экспериментируйте ищите подходы ищите нужные проводки ну и голавль будет у вас но 41 ссср это шансов на то что вы поймаете будет намного больше всего доброго всем пока